Дрова в чистом виде Дрова, конечно, получше были бы, но нужно присутствовать дома в зимний период. А если дома никто в течение дня не находится, то потапливать не получится. Дрова поэкологичнее, дым не тут, грязь не так. А то у меня получается здесь кочегарка, по сути, вот на кухне. Я вот все занавесил здесь, чтобы в дом не было. Вообще сейчас популярны два вида дровяного отопления. Это печное и водяное. Печи либо каминные, как утверждают специалисты, могут быть лишь декоративной частью дома. Они слишком неравномерно обогревают комнаты. В большинстве случаев люди выбирают водяное отопление. Его сердце – это котел, который и работает на дровах. В нем нагревается вода, а после она начинает поступать в батареи. Но в обоих случаях тепла, который выделяют дрова, не хватает даже на полдня. С этим согласен и эколог Павел Гудовский. У меня есть дача, и там сосед живет на даче. Там, в принципе, полно дров, которых можно заготавливать. Но он тоже отапливается углем, потому что коэффициент полезного действия у угля намного выше и дешевле. Уголь просто намного дольше дает тепло, в плане того, что он дольше прогорает. Дрова быстрее горят. Но, конечно, в плане загрязнения воздуха у дров большое преимущество. Вредных веществ они выделяют меньше. Зато, говорят ученые, люди не учитывают еще один важный момент, связанный с экологией. Это вырубка леса. На дрова идут срубленные деревья, и чаще всего срубленные незаконно. В таком случае, говорят в Институте леса, флора страдает. Но есть выход. Часто используются у нас неконтролируемые рубки березняков без соблюдения правил, без соответствующего оформления документов, на продажу, в коммерческих целях. В таких случаях, конечно, целесообразно применять дрова лиственных пароль. То есть это береза, осина, которые наименее токсичны, более экологичны. Если использовать дрова хвойных, особенно смолистые дрова сосны и лиственницы, то здесь мы имеем большее загрязнение окружающей среды, в связи с тем фенольное соединение, сами смолы, когда выбрасываются. То есть этот дым более токсичен. Миф о том, что дрова экологичнее угля в Европе уже не популярен. По данным руководства по инвентаризации выбросов Евросоюза, удельные выбросы бензопирена при сжигании дров до 2000 мг на тонну, при сжигании угля до 2600 мг на тонну. То есть дрова не такое уж и безопасное топливо. Немаловажно и сколько приходится их сжигать. Если дрова хранятся как попало, либо древесина свежая, непросушенная, то влажность такого топлива может превышать 20%. А значит, придется сжечь гораздо больше объем. Лишние деньги в трубу. Дровяное отопление, пожалуй, самая проверенная история человечества, способ обогрева дома. В сравнении с углем дрова экологичнее, но, как оказалось, такой вид топлива удовольствие не из дешевых. Особенно, если вы хотите прогреть дом. Ведь КПД у дровяного отопления не такой уж и большой. Еще один минус – это вырубка леса, особенно незаконная. Поэтому отопление дровами можно считать скорее подстраховкой в современном мире, если вдруг у вас отключат газ или электричество. Полина Михальчук, Александр Карпов, Сергей Кашин. Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова